Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно уловистых силиконовых рачках от компании Rains. Модель называется AX CREV MINI 2. Данные силиконовые раки поставляются в упаковках по 8 и по 12 штук. Длина данного рачка составляет 5 см. Приманки являются съедобными. Довольно эластичные приманки. У меня вот боевая приманка с оторванной клешней. Хотелось бы сказать, что даже с одной оторванной клешней данная приманка все еще является боеспособной. Видно, в принципе, довольно сильно ее потрепал уже окунек. Скоро клешня и это уже оторвется. Ну, не суть того. Приманки очень классно работают по окуню. Единственный такой нюанс, что зачастую страдают клешни у данных раков. Я бы посоветовал подсечку делать, скажем так, не после каждого рывочка, а когда есть некая, скажем так, подсадка окуня, некая тяжесть на конце спинга. Зачастую я именно старался подсекать на каких-то ударчиках, рывочках, тычочках и зачастую доставал приманку без конечности, скажем, либо одной клешни. Ну, соответственно, зачастую в этот момент окунь хватает приманку за клешню и при подсечке мы успешно ее, скажем, отрываем. То есть подсечку можно делать немножко более мягче, ну и с некой, скажем, уверенность, с некой паузой, чтобы окунь немножко, как бы, зажевал, скажем, приманку. Ну, по крайней мере, на моей практике зачастую данный метод помогает. Оснащаю я данную приманку в основном оффсетным крючком. Можно также вполне оснащать одинарником, шарнирно закрепленным грузом по типу чебурашечки. Также можно использовать классическую джиголовку подходящего размера. Ну, единственный момент, на джиголовке игра немножко получается более скованной. Проводки я использую, классическую джиговую проводку. Это один-два обороты катушки пауза. Либо проводка волочения по дну. Порой на проводке волочения по дну и на джиговой проводке на паузах я немножко подыгрываю приманкой, тряся кончиком удилища слегка. То есть приманка у нас на месте немножко начинает, как бы, шевелиться. Зачастую данный метод провоцирует пассивного окуня на атаку, на поклёвку, соответственно. Данные приманки очень уловистые. Это одни из моих любимых силиконовых приманок по окуню. Ценник у данных приманок, к сожалению, не совсем бюджетный. Но приманки однозначно очень качественные и очень стоящие. Есть аналоги подобных приманок от других фирм. В принципе, тоже вполне уловистые. Но, скажем, более дорогие приманки, конечно, немножко отличаются. Точнее, немножко, а значительно отличаются по качеству. То есть это эластичность и, скажем, пропитка аттрактантом более качественная. Ну, в общем плане, разница по качеству, конечно же, заметна. Всем могу однозначно рекомендовать данные приманки к приобретению. Те, кто практикуют ловлю окуня, очень стоящие приманки. Всем спасибо за просмотр. До свидания.